Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы находимся с вами на небольшой кухне, в этом маленьком небольшом домике, он 35 квадратных метров, кухня же здесь 3,5 на 2, не такая большая, но тем не менее, здесь мы прожили 5 лет, сейчас мы отсюда съехали, как видите, пара идет изо рта, потому что здесь помещение прохладно, оно не отапливается, я все отключил, и хочу сейчас вот это помещение с кухонного помещения делать баню, парную вернее. Так что будет интересно, будет много работы, кажется, что это очень легко и все просто, но на самом деле нет, как бы нужно посмотреть, с чего будут делать, чем утеплять, стены по каркасной технологии сделаны, уже все утеплено, но я буду добавлять утепление специально для бани, так что посмотрите ролик, я думаю, будет полезно, как можно сэкономить, что можно сделать, поехали! Друзья, первым делом начинаю демонтаж кухни, надо все отсюда снять и все отсюда вынести, отрываю приклеенный фартук, он в свое время был приклеен на жидкие гвозди, и оторвался теперь вместе со шпаклевкой, хотя я в свое время брал шпаклевку для USB, но как показало время, шпаклевка на USB не держится, и конечно было принято решение всю шпаклевку очистить, также необходимо убрать все трубы, в том числе и отопление, и демонтировать дверь. На полу у меня лежал ламинат, его конечно нужно будет убрать, выбирал я его раньше, когда-то, 33 класса прочности, на проходе лежал теплый инфракрасный пол под ламинат, 4 года он исправно работал, пока в один прекрасный момент тот налил воды, и он замкнул, хорошо сработала автоматика и выбила автомат, такой пол я в ни в коем случае использовать не буду, так как он очень пожароопасен. Где был установлен проем, там будет организован печной портал и установлена печь, дверь комнаты отдыха буду делать в другом месте, хорошо, что стены каркасные, нашел стойки и делаю проем. Утеплитель мне этот еще пригодится, но это чуть позже. Так, в помещении тепло. Включил кондиционер, у меня на 27 отопления у нас зимний, кондиционер висит. Сейчас буду обрабатывать гидроизоляцией. В гидроизоляции использую Аквамаст, уже проверенная битумная паста, которая без запаха и сделана на водной основе. Хорошо наносится при помощи кисти. Гидроизоляцию наношу жирным слоем и на 15 сантиметров поднимаюсь на стены. Промазал все стыки досок так, чтобы все швы были забиты мастикой. Конечно нужно демонтировать пластиковое окно, оно большое и не подходит для парного помещения. На его место будет установлено окно 60 на 40 из липы, от которой я сделал каркас из доски 50 на 150. И вот тут-то и пригодился утеплитель из стены. Внутреннюю обшивку стен я снимать не стал, я не вижу в этом никакого смысла. Когда все лишнее убрано и все подготовлено, необходимо утеплить и сделать термос. Для теплоизоляции парной выбрал термоплиту Logic Peer от Techno Micol толщиной на пол и на потолок 50 миллиметров. Это инновационная для российского рынка теплоизоляция с рекордно низким коэффициентом теплопроводности. Термоплита обладает не только функциями утеплителя, но и пароизоляцией и отражающей изоляцией благодаря фольге с двух сторон. Монтаж пир-плит я буду производить на специальную клей-пену Logic Peer, разработанную специально для термопанелей. Наношу клей-пену по периметру, отступая от краев по 3 сантиметра и плотно прижимаю к основанию. Также на каждый стык наношу клей-пену, у термоплиты есть L-кромка, что гарантирует плотное примыкание без мостиков холода. Последующие ряды начинаю с отрезка, так чтобы швы не пересекались и далее делаю все по аналогии. Главное почему я выбрал данный вид утеплителя, так это быстрота монтажа и самое главное безопасность в таком помещении соблюдается на высшем уровне. Во-первых, пир это реактопласт, который эффективно противодействует огню. Во-вторых, пир безопасен для человека и не выделяет вредных веществ в помещении, как другие пластики. Для проклейки швов использую Logic Peer-ленту. Она алюминиевая и самоклеящаяся. Проклеиваю для полной гидроизоляции помещение, чтобы частички пара не проникли сквозь стыки. Для стен же буду использовать термоплиту толщиной 30 мм. Этого будет достаточно. Термоплиты на стены монтирую по аналогии пола и также с разбежкой швов. Поначалу монтаж термопанеля сделал два ряда. Так, чтобы можно было все проклеить. Не было необходимо в первую очередь сделать полы. Пол я буду делать из доски. Для этого использую сухой брус на 10 на 40. Конечно, может это и неправильно. Так по-хорошему нужно было сделать стяжку, либо застелить два слоя ГВЛ и сверху уложить плитку. Но я решил сделать пол деревянным. Полы будут непроливными и помывочная будет в другом помещении. Брус закрепил на саморезы. Буду обшивать вот такой вот доской 28-й шип-паз. Правда, это обычная сосна, не лиственница. Но это можно сэкономить. Ничего ей здесь не будет. Шляпки саморезов я также проклеил алюминиевым скотчем. Доску крепил на саморезы, закручивая в паз, чтобы шляпок саморезов в дальнейшем не было видно. Саморезы подобрал таким способом, чтобы они не доходили до термоплиты, не повредили изоляцию. Когда полы были готовы, доделал стены и проклеил все стыки. Далее взял за потолок. Как говорил ранее, на потолок использую термоплиту толщиной 50 миллиметров. Также монтирую на клей пену, но для временной фиксации использую саморез, который после нужно будет удалить, заполнить клей пеной и заклеить алюминиевым скотчем. По итогу делается все очень быстро. У нас получился отличный термос, который можно сделать своими руками. Так что, друзья, если вы собираетесь только строить баню, или хотите ее модернизировать, или улучшить, и добиться эффекта термоса, и реально сэкономить энергоресурсы, то мой вам совет, выбирайте термопанели Logic Peer от Techno Nicole. И всю работу вы сможете сделать быстро и легко своими руками, без специального инструмента и без глобальных капиталовложений. Заранее забегу наперед за кадром, парная у меня уже готова, я ее уже опробовал, и результатом я очень доволен. Ну а если вам интересно посмотреть, как я буду делать дальнейшую отделку парной, то обязательно влупите по лайку, напишите комментарий, и если вы не подписаны, то подпишитесь прямо сейчас. Сегодня я с вами прощаюсь, вам всем крепкого-крепкого здоровья, все полезные ссылочки будут под роликом в описании. До новых встреч, пока-пока!